Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Добро пожаловать в библиотеку села Рашков. Пока цветы в вазах еще не завяли, давайте вспомним, по какому поводу одна половина страны в очередной раз утопила в цветах другую. Неужели потому, что женщины слабая половина человечества? Нет. Может, потому что женщины лучше? Снова нет. 8 марта – это день, который напоминает нам о главном свойстве половин – о равенстве. Половины всегда равны, на то они и половины. Международный женский день, а с ним и первые серьезные успехи женщин в борьбе за равные права появились только в XX веке. Но если взглянуть на классику еще XIX века, никаких сомнений в равенстве мужчин и женщин не возникает. Женские характеры и судьбы волновали писателей не меньше мужских. И характеры эти зачастую сильные, интересные, многогранные, а если и простые, то запоминающиеся. Давайте рассмотрим некоторые из них. Из всей вереницы женщин в герое нашего времени Лермонтова ярко выделяется контрабандистка из главы «Тамань». Единственная, кого Печорин не просто не покорил, он ей откровенно проиграл. А пушкинская Татьяна? Пока главный герой мучается попеременно то русскохандроиду английским сплином, юная героиня решается на предосудительное признание. А много позже, уже будучи замужней дамой, дает Онегину решительный отказ. Татьяна любит Евгения, к чему лукавить, но надо бы и честь знать. А вот Анна Каренина, Льва Толстого, спустя примерно полвека не откажет Вронскому. И это тоже будет решение. Поступок с полным набором последствий. А сам роман окажется потрясающей силой общественным высказыванием, а не совершенстве семейного законодательства. Также все без подсказки вспомнят Скарлетт из «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. А как насчет И-330 из романа «Мы» Евгения Замятина? Вот уж железная была леди. Далеко не все из перечисленных героинь – хороший пример для подражания. Но ведь и классика, и не жития святых. Мы читаем ее не для того, чтобы узнать, как надо, а чтобы узнать, как бывает. Причины и их следствия, конфликты и их развития, проблемы и их решения – все это есть в жизни человека любого пола и гендера. И читать о женских проблемах, конфликтах и поступках у классиков не менее интересно, чем о мужских. Женщин давно перестали называть слабым полом. В современном мире девушки прочно закрепили за собой звание умных и серьезных личностей. Они стоически принимают удары судьбы, не боятся заявить о себе и вдохновляют своим примером миллионы людей. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok